вот такой вот небольшой бугор сверху спальник и подушечка под голову и вот в таком положении почти всю поездку мы провели с одной стороны неудобно хотя дней день на пятый привыкаешь и как дома спишь 21 ночевка в машине 30 дней пути и плюс 14 с половиной тысяч километров на одометре несколько дней назад сергей вместе с отцом вернулся из масштабного автопробега по маршруту красноярск дагестан красноярск у нас не было маршрута туда-обратно у нас был скажем так треугольник то есть мы от красноярска поехали в республику коми потом спустились в керчь по кавказу проехали и вернулись по югу вдоль казахстана красноярск вот такая ключевая точка у нас наверно было это керчи так римский мост такая рубежная где-то половина пути там было как раз мы с в азовском потом в черном и в каспийском море собой сергей фотограф блогеры по совместительству оператор новостей твк привез несколько тысяч фото и часы видео из разных уголков россии признается не успел разобрать еще даже половины ну почти всю поездку блогер проводит не ноги на водительском месте а на пассажирском потому что нужно постоянно снимать обрабатывать выкладывать это всегда под рукой фотоаппарат дрон чтобы взлететь в интересном месте всего за 30 дней автопутешественники проехали 31 регион путевыми заметками сергей делился в инстаграме под хэштегом 13 тысяч километров по россии на деле путь занял чуть больше 14 с половиной тысяч километров российские дороги автопутешественников на удивление порадовали впечатление подпортила только самарская область что касается самих населенных пунктов сергей отмечает по городу с первого взгляда понятно как к нему относятся жители заезжает населенный пункт и вот видно любят это это место жители или не любят то есть когда мы условно приезжаем в омск мы понимаем что своим жителям этот город не интересен и мне в комментариях так и пишут что вот тоже мы были в омске мы общались и амичи не любят свой город и вот ты приезжаешь это видно удивлением стали и старые провинциальные городки точь-в-точь как из литературных произведений мы вот в нашей в сибири мы не видим и не понимаем вот что такое провинции с которой хотят уехать в ту самую москву а ты заезжаешь и понимаешь вот оно действительно отсюда хочется уехать но как отмечает сергей чтобы из города не хотелось выезжать ему не обязательно быть республиканским или столичным кавказ удивил ну принципе когда ты едешь с желанием удивляться тебя удивляет все но на кавказе вы когда заехали увидели там громадное строительство в маленьких деревушках все строится дерева нету поэтому строится из камня и строят на века большие дома с хорошими фундаментами прям чтобы там правнуки жили это впечатляет люди хотят жить там и хотят жить долго не собираются уезжать абсолютно с каждым местечком маршрута у сергея теперь связана какая-то история случались и форс мажоры страшнее всего было когда машина заглохла посреди калмыцкой степи парень признается быть готовым ко всему в автопутешествии невозможно а вот подтолкнуло к такой авантюре пандемия за два года сергей просто истосковался по путешествиям когда будет следующее пока неизвестно одно сергей знает точно на меньшее чем в этот раз он уже не согласен в новое путешествие он вновь отправится на авто только курс теперь держит на восток говорит хочется посмотреть и на другую часть страны своими глазами увидеть вулканы камчатки заглянуть во владивосток и возможно даже искупаться в северных морях светлана черношевич александр кальтер новости твк